всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео из серии веган по библии называется она не веган ибо павел не делал различия в пище без разницы овощи есть мясо или еще что-то основывается она на послании к римлянам 14 глава мы ее с вами прочитаем практически целиком по моему да и мы ее прочитаем таким законченным большим эпизодом чтобы всем все было понятно ну и будет видно что это закончено конечно же само послание к римлянам очень большое она по моему сколько 16 нас глав до или 14 4 под запамятована неважно то есть это одна из последних глав из очень большого послания ну якобы некоего павла да на самом деле насколько этот павел кто он и что он насколько принадлежит ему это послание мы знать не знаем мы лишь в это все верим вот эти вот несколько моментов которые мы разберем в принципе кто последовательно смотрит мои видео в реальном режиме времени или уйдет по плейлисту веган по библии то мы с вами уже разобрали такой вопрос как видение петру животных это из книги деяний апостол в 10 глава мы с вами из книги деяний разобрали 15 главу это собор так называемый апостолов 21 главу где павел уже перед своим арестом тоже явился вирусалим и там в принципе те же самые слова были произнесены что и на соборе и вот сегодня мы с вами добрались сильно непосредственно до послания к римлянам 14 глава кто ест не осуждает того кто не ест в принципе все эти ролики из микро цикла внутри этого цикла веган по библии это именно по деяниям посланием апостолов мы с вами проходимся будет шесть видео 2 мы с вами уже вы послушали я сделал сегодня третий будет еще три они в принципе все немного взаимосвязаны может и много я конечно рекомендую все это вместе посмотреть тому кто хочет разобраться этими вопросами и я что хочу сказать самое в начале тезисное то что не веганы в основном это религиозные люди убийцы труппажоры вырывая сегодня мы с вами очень много фраз я даже сейчас еще не озвучиваю ну одно я уже говорил да тот кто есть не осуждает того кто не ест или наоборот повел и так и так будет говорить сейчас много фраз из это вот из этого места из этой 14 главы прям несколько фраз вырывают я вам очередной раз покажу как об этом я всегда говорю при чтении писания о том что первое самое прям первое и она прям на педестале в кавычках почета занимает место это причина по которой искажается писание мысли из писания это вырывание из контекста вы знаете об этом я постоянно говорю причем из контекста неважно что во первых из маленького выдрали контекста в кавычках благополучно пользуюсь разделением библии на главы и стихи до порой даже цитирую кит стихи вырывают их просто из предложения которое было разбито на нескольких стихов это абсолютно неверно конечно это может делать человек который действительно может потом показать человеку весь контекст и сказать что вот это так и так потому что так и так да но основная масса людей этого не знает писание знает поверхностно вот такими же стихами порой его изучая это первая ошибка но естественно это контекст от маленького вот от того что порой даже стихи цитирует вырыванные из предложения потому Потому что зачастую одно большое предложение, а уж в частности, если мы с вами разбираем и говорим о посланиях апостола Павла, они огроменные сами послания. В них огроменные предложения, то есть это же все прямая речь одного человека. И вот вырывая, конечно, эти стихи, порой фразы просто из контекста даже предложений, из контекста, как мы сегодня убедимся, главы, да. Да, более того, я не раз показывал, как особенно, несмотря на то, что очень тяжело, конечно, это увидеть, но порой какие-то конкретные мысли мы можем увидеть только в контексте целого послания. Как я уже сказал, послания апостола Павла, они зачастую очень большие. Да, послания апостола Павла равны Евангелию по объему, да, то есть послания к евреям, там неизвестно Павла, не Павла его приписывает, да. Вот это к римлянам, которые мы сегодня будем главу читать, послания к коринфянам, что первое, что второе, они огромны по своему объему. Они по 15, от 14 до 16 глав, это ровно столько же, сколько Евангелие от Марка. Это, да, если Евангелие от Марка умудряется нам рассказать о жизни учения Иисуса Христа, о нескольких лет его служения, то Павел, так называемый, пусть там тоже достаточно много мыслей можно найти, но это одно послание. Обычно одно философское послание. Конечно, удивляться тут нечему, люди пишут философские труды по объему сравнимы всей Библией. Тут, конечно, я сейчас не об этом говорю, но действительно какие-то мысли вырывают, я говорю, там стихи, пусть даже уже наоборот предложения даже, но вырывают их из целой главы. Увидеть, что это вырвано, можно только держа в уме или хорошо изучив там послание, допустим, апостола Павла, вот к римлянам, которые мы сегодня читать будем, тогда мы увидим эти места, да. Это касается того же самого Суда, кто знает, в псевдо-христианстве, там в протестантизме, в частности, очень любит рассуждать о том, что христиане не судятся. Мы даже в этом месте сегодня, хоть и косвенно, но затронем этот вопрос, что вон Павел напрямую пишет, но вырывают у него куски, чисто чтобы извратить даже мысли Павла, хотя он тоже ошибался, в его посланиях есть мысли, учения, не соответствующие истине, да. Но вырывают даже те, чтобы сказать даже то, что Павел, где был прав, да, вырывают какие-то куски, чтобы извратить его мысли, да, его словами озвучить свои уже лжевые учения. Вот, и таких примеров очень много. Ну, и, как я вам все говорю, контекст любого стиха из Библии мы рассматриваем, как я вам сказал, по мере увеличения кругов на воде от брошенного камня рассматривать, то есть сначала вот надо посмотреть этот стих вообще хоть законченное предложение, что это такое, а где мысль законченная, она может не в главу вмещаться, а в две или в три, если это большой эпизод, в какой-то книге из Библии исторической или философской, да, мыслительной, такие как послание. Дальше надо посмотреть в рамках всего Нового Завета, или там, если я говорю, вы Павла смотрите, а что Павел в другом месте писал, не противоречит ли он сам себе, а то получается, что он сам себе противоречит. Если вы утверждаете, что в одном месте он говорил спасение по вере, так он полно мест, где он говорил о суде над христианами, не то что над язычниками, я говорю, сегодня этот момент даже чисто косвенно, но заденем. А хорошо, а вообще Павла учение, это учение Павла, надо не забывать об этом, оно соответствует и учению Иисуса Христа, или другим апостолам, которые до нас тоже дошли, послания. Хорошо, а оно соответствует всей Библии, первой главе книги Бытия, да, что мир был сотворен веганским, соответствует его посланию, его мысли в этом послании. Но Библия Библии, а вся истина, которую мы из этой Библии вынесли, о том, что Бог есть, Он что? Он вечен, Он вечная жизнь, Он свобода избирать между добром и злом, и Он любовь, поэтому избирать-то мы должны любовь, это и есть единственный закон счастливой жизни, благо бытия. Это соответствует истине, то, что Он говорил. Вот и все. И по поводу конкретно вот этих мест, особенно послания к римлянам, послания к коринфянам, они очень похожи. Мы сегодня, как я люблю, конечно, два сразу разбирать не будем, иначе это очень много по объему получится. Ну, конечно же, я рекомендую посмотреть их как минимум. Ну, вообще, я, конечно, рекомендую все смотреть, но как минимум хотите вот этот ответ по римлянам, посмотрите, следующий ролик будет по коринфянам, который я буду записывать в плейлисте «Веган по Библии», вы все это найдете. Ну, давайте уже приступим к чтению. Еще раз, последнюю тезисную мысль, которую я, наверное, даже никак не оформлю, это к тому, что вот то, что вырывают стихами, казалось бы, из этого места религиозники или нет, неважно, может, атеисты знают это тыкать, таким, как я, там, признающим Библию, там, читающий ее, проповедующий на основании нее истину тоже в том числе, да, вырывают вот эти стихи и кидают в таких, как я, веганов, любящих животных, любящих Бога во всем, в своем проявлении, якобы, вот это есть на тебе, вот, да, вот она истина, вот есть стихи у апостола Павла такие. И вы сегодня, я вам продемонстрирую, как вот эта вот ложь, конечно, многие не способны выслушать полноценный ответ, который я сегодня дам, когда мне такой в комментариях делишься роликом, люди даже смотреть не хотят, тем более видят, сколько там по времени, это да, но истина требует жертв, да, дай кровь, прими дух, есть такое в ортодоксе и понятии. Конечно, надо потрудиться и послушать, и действительно, мы сегодня с вами увидим, как люди просто извращают Писание, и если действительно прочитать в полноте, то те места, откуда они это вырывают, как раз вегану, и есть те оружия, которыми он может в информационной войне, в духовной войне, в войне словесной с труппажором-убийцей, как раз ему тыкнуть, что это ты поступаешь неправильно, и сегодня я вам это продемонстрирую, что даже если предположить, что Павел был труппажором-убийцей, да, не поняв истины, то даже эти места из римлянам, а в следующем видео по коринфянам будет подобное место, да, а не лишь аргументы, козы в руках вегана, а уж точно не в руках убийц-труппажоров, и сегодня в очередной раз я вам это продемонстрирую. Давайте мы с вами прочитаем, я, наверное, хоть мне тяжело, надо удержаться, прочитаю вам побыстрее без комментариев, а потом остановимся на важных вещах, ну, просто чтобы вы контекст уловили и вообще понимали, о чем речь, и чем это заканчивается, весь вот этот вот эпизод, откуда они, весь этот кусок, откуда вырывают эти стихи. Я, может, кратко только буду останавливаться, вот какие стихи там обычно кидают, да, плюют у веганов какими стихами, чтобы мы сразу понимали, что вот на это мы и даем ответ в этом видео, да. Немощного вере принимай без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, тут надо подразумевать мясо, не уничижай того, кто не ест мясо, и кто не ест, не осуждай того, кто ест мясо, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равном. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. кто ест для господа ест ибо и благодарит ибо благодарит бога и кто не ест для господа не ест и благодарит бога ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя а живем ли для господа живем умираем ли для господа умираем и потому живем ли или умираем всегда господни как вам павла мысли павла ох завертывает он всегда ибо христос для того и умер и воскрес и ожил чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми а ты что осуждаешь брата твоего или ты что уничижаешь брата твоего все мы предстанем на суд христов это вот может религиозники меня услышат до протестанты ибо написано он он себя не отделяет он как не все вы а все мы павел тоже представить на суд христов и никак протестанты любит эти места извращать я лично такие беседы вел что якобы предстанем для наград да я хру вообще тогда это не судом называется церемонии награждения а тут о суде речь идет да когда идет суд неизвестно оправдают тебя или какой приговор тебя вынесут а это называется церемония тэфи как хотите глобуса какие у нас там есть всякие эти награды оскары не надо извращать здесь речь идет о суде и более того ибо и и или ты что уничижает так все мы ибо написано живу я господь предо мной преклониться всякой колено и всякий народ будет исповедовать бога и так каждый из нас за себя даст отчет богу не станем же более судить друг другу а лучше судить о том как бы не подать брату случая преткновению или соблазна я знаю и уверен в господи иисусе что нет ничего в себе самом нечистого вот эти вот стихи вырывать только почитающим что-либо нечистым тому нечисто если же за пищу огорчается брат твой что ты уже не по любви брат твой то ты уже не по любви поступаешь не губи твоею пищу и того за кого христос умер до них улица ваша добра ибо царство божье вот этот стих тоже вырывает тут тут можно прям пальцем ток загинать все вот эти вот сколько этих стихов выдирают и сейчас заметьте я конечно обращу внимание чем заканчивается мысль павла она уже идет вы может быть не слышите просто знаю как люди читают писание ничего не вникая и ничего все равно не понимаю к сожалению мы смотрим в книгу видим фига я сам это проходил но по моему рвению горению бог мне все это открыл и научил меня и я вам тоже рекомендую гореть и и рваться сердцем опознание вам всегда все будет открыто просто сейчас буду обращать на это внимание которые так на мимоходом не воспринимается ибо царство божье не пищи и питье но праведности мир и радость в духе святом кто этим служит христу тут угоден богу и достоин одобрения от людей и так будем искать того что служит к миру и взаимному назиданию и кажется вот на это можно закончить как вам да смотрите трупажор ликует и радуется и но уверен что можно есть овощи они мощные можно есть все они мощные то есть немощные такие веруны как я вот христолюб да еще и веганы а немощные веришь уже я считаю что нужно есть только овощи а вот он просвещенный праведник трупажор убийцы да он считает что можно всех убивать несмотря на то что нарушает первую заповедь данную в раю богом любите заботиться о животных да но кто ест не уничтожает а и и и и и трупажор тебе тычет кто ест да не уничтожает того кто не ест но и прот к нему относится к трупажору но и кто не ест да такой как веган христа люк не осуждай того кто ест потому что бог принял его и кажется сколько стихов можно да кто ест для господа есть ибо благодарит бога и кто не ест ну благодарность я сегодня оставлю этот эпизод будет подобный еще в тимофея и мы там это разберем а благодарности я уж сегодня упущу да еще об этом будет просто возможность поговорить да там там как раз на это будет ударение и будет еще один ролик именно этом посвящено но здесь тоже да мы видим этими стихами что же религиозники веганов плюются до что кто ест для господа есть и благодарит бога и кто не ест для господа не есть и благодарит бога трупажор конечно некоторые кто так по культур не они считают они вот как бы нет ну вот я тебя не осуждаю ну а что ты меня осуждаешь они вот основываются именно на этом конечно вы кто уже веганы христиане те знают что не нами раз такой в свой адрес слышали да вот ибо царство божие не пищи питье но праведность мне хочется какая пить праведность по плоти по закону праведности в чем есть то праведен тот кто добр и свят тот кто добр ибо бог свят да и совершенен а он что делает подает дождь и праведным неправилам абсолютно любовь это да но какая любовь правильно и радость в духе святом мир и радость духе там да так что кто так поступает тут угоден богу достоин добре нет его вот легко закончить на этом и все искать ой смотрите павел ему до лампочки вообще кому нам это обращается ну кажется может к обоим уготь ешьте что хотите только не осуждайте друг друга а давайте почитаем дальше я конечно своими словами с трупажорами в основном воюй тоже в принципе я беру мысль ты и отсюда в том числе ведь мысль апостола павла не закончилась она заканчивается вон на двадцать штом стихе единому премудрому богу через иисуса христа слава во веки аминь вот его речь закончилась шо ж мы прочитали двадцать девятнадцать стихов а дальше давайте прочитаем дальше теперь я надеюсь что трупажор и убийца особо навострят уши наш там то вы все хорошо почитали но эта мысль апостола павла она на этом закончена к чему он призывает он пишет конкретной церкви к церкви в римлянах находящийся что он ей пишет ради пищи не разрушая дело божьего все чисто но худо человеку который ест на соблазн лучше не есть мясо и не пить вина и не делать ничего такого от чего брат твой притыкается или соблазняется или и снимогает как хорошо трупажору было столько всего в начале таких козырей в карты в руки набросала глянь там и и царство божие не пищи и не питье и и овощи ешь и мясо ешь только не осуждай друг другу другого и с благодарностью можете есть все хоть что хотите смотреть прям три козыри уже утру пажорчик как он хорошо прям думал сейчас всю игру выиграет нет павел обращается конкретный когда вот эти все места выдирают то оттуда я говорю слушай а ты почитай что павел то пишет дальше он обращается сейчас ну вот этих которые как назвал то немощных вере да ну пусть веганов христиан да он разве к ним сейчас обращается кому вот эта речь направлена немощными вы же сами говорит что мы немощные вере так что он вам таким сильным вере пишет ради пищи не разрушать дело божье он не пишет это к немощным он пишет это к вам ну я буду вас сильными в кавычках называть мы пока идем по речам апостола павла до чтобы хотя бы этими местами сейчас просто все эти карты то козырит эти победить для все чисто да но худо человеку который есть на соблазн лучше не есть мясо говорит и не пить вина и не делать ничего такого чего брат твой притыкатель соблазняется или изнемогает ты имеешь веру ну я буду дополнять якобы что вот пофигу там можно убивать животных жрать это не грех да ну хорошо имею в самом себе пред богом блажен кто не осуждает себя в том что избирать если ты про искренне в это веришь сердце твою не растопилась ты насколько на скотобойню смотришь тебе все до лампочки ну павел пишет как бы ладно если тебя как бы сердце еще не обличает пока если искренне заблуждаешься но хорошо а сомневающийся если есть осуждается потому что не поверя а все что не поверя грех если конечно искренне заблудившийся вообще там к сердце окаменела на глушняк ну да хорошо но если ты даже слышишь и сомневаешься это грех могущему же утвердить вас по благо по благоествованию моему и проповеди иисуса христа по откровению тайна который от вечных времен было умолчано но которая ныне явлены через писание пророческие по повелению вечного бога возвещена всем народам для покорения их вере единому премудрую ох павел как за предложение составит так хоть удержись единому премудрую богу через иисус христа слава веки веков аминь несмотря на то что мы следующем ролике я буду разбирать послание коринфянам про идоложертвенное я просто здесь в этом ролике все равно не могу сказать а в следующем ролике оброшусь тогда еще раз кремли нам что павел его мысль по поводу вот этих вот вещей по поводу пищи да она одна и та же несмотря на то что здесь тоже будет писать что якобы когда выдирают искать из контекста что пища не приближает нас к богу ибо едим ли мы ничего не приобретать не приобретаем не едим ли ничего не теряем что он опять пишет в заметьте второе послание я просто хочу конечную эту мысль зачитать вам да и потому если пища соблазняет брата моего он кому обращается к веганам а тогда веганы жрите мясо как потом ортодоксы православные католики извратили это место я сам все время на это попался на эту удочку что типа кого хочешь ешь только человека не ешь вот это вот дурь придумали там якобы любовь к человеку выше там любви к животным это чепуха все это прямо вы ну про ортодоксальное предание это болеводская православная католическая тут и говорит конечно особо нечего вот потому что они прямо даже тому же сам павлу перечит где вот тут написано что это вообще к веганам относится разве веган должен мясо начать жрать если брат его соблазняется то что мне именно в развернутых комментариях именно этим все и тычут якобы вот и вот тут да что-то тут нет осу там осуждаешь или смотришь в рот не заглядываешь нет он говорит и потому если пища соблазняет брата моего не буду есть мясо вовек чтобы не соблазнить брата моего ну к посланию коринфянами мы с вами еще вернемся а сегодня мы все-таки римлян они похожи как видите и я хотел показать это чтобы это было важно что это не одно место в двух местах если вы такие религиозники такие почитатели павла если ты мне плюешься стихами из этого места причем который я знаю дословно близко к текстах я знаю писание да но ты куда кидаешься ты сам в себя кидаешь ты в стенку кидаешь который тебе обратно отлетает это послание направленных таким как я если ты почитаешь павла там за супер святого непогрешимого все его послание правда да вот все надо вот это прям голос божий его устами ты читаешь в бумажке или вот на экране неважно сейчас современном мире да в электронном видео так ты послушай что он тебе пишет это послание обращено оказывается не к веганам что они такие нехорошие да это ты должен себе воспринять кидаться стихами вегану христианину ну там вегану не христианин понятно чего вообще им там будете кидать и их и все это не интересует да не скажешь но это ваш там религиозные бред не правильно скажут с одной стороны да но даже если вы кинете такое на вашем пути вдруг встретиться повезет вам веган хри именно христианин как вы будете кидаться в него ну что вы и делай как вы кидаетесь вот именно этими стихами веганах христианина это к вам стихи обращены к вам да если а если хорошо почитай ты такой высокий а мы такие веганах христиане не доросли просто до трупожорства да вы такие высокие до убиваете рвете на куски все края кровище да сейчас я вам одну картинку открою сразу и не открыл так наглядно когда до было вы даже не я ее делал многие сам в интернете нахожу вон еда нормального разумного человека в кавычки конечно такие посты веганы делают он расчлененные тела трупов человеческий труп от животного ничем не отличается и еда опасного сектанта овощи и фрукты вот это действительно так ну хорошо вот картинки они просто всегда очень показательные вы такие духовные да чтобы получить мясо она не на дереве растет она не просится в руки у него да как у плода овощного не сама не отсыхает плодоножка после чего его надо срочно съесть иначе она пропадет любое овощи или фрукт все ваши вот эти вот мясо это труп убитого живого существа которое не хотела умирать кричала вопила упиралась которую вы ужасным способом убивали потом все это кровище воняще кто-то все это потрошил резал там и так далее все это воняет и после да и так далее невозможно сохранить в естественных условиях в отличие от тех самых овощей которые спокойно лежат ну хорошо вы такие духовные вот мы такие веганы христиане я такой немощный кому направлено это сообщение ну кому она направлена разве камни к веган христианин нет павел пишет тебе тебе все вот это все что вы тыкали до что там с благодарением я кушаю до неправедность праведность не в пище в питье что это вот немощные веруны и такие как христолюб на там одни овощи ест да ну хорошо ты дома сидишь ешь что хочешь но ты никогда не вздумал ты мне то что даже прийти там и что-то к вегану да ему там колбаски принести или у него там требуйте или еще что ты даже говорить об этом не имеешь права он немощные чтобы он не соблазнился да не трогай его это к вам веганы труппажоры а к веганам не хочется как раз вот чтобы они возрадовались и возликовали с очередное место которое вырывает и плюют это абсолютно неправда так скажем да это абсолютная ложь и это никаким аргументом для того чтобы до труппажор соблазнял вегана на на какую сторону на сторону зла для вегана это зло да потому что он исповедует веганский мир который был создан богом да они которые от потом на земле создали люди причем адам с евой именно этот от и создали убив живое существо убив животное сожжав его трупами именно поэтому они вкусили смерть именно поэтому они были одеты в кожу этого животного чтобы на нас всегда была память того греха которое мы все делали вот и все до такой вот немощной вере исповедует доброту и любовь и тот веганский мир который был создан который обязательно будет в небесном царстве любви куда они все стремятся вы в свой от конечно попадете в свое время павел здесь правильно сказал что каждый за себя даст отчет и вы за все свои убийства дадите отчет мы плавно переходим я труппажором попытаюсь все-таки засвидетельствовать истину вдруг на кого подействует вот это вот такие вот подобные посты тоже веганы ли делают и и действительно так оно и есть на самом деле когда ты что-то ко мне в рот лезешь мы к вам в рот не лезем что вы едите огурцы или помидоры чего вы там жарите пекете и мы не лезем да ешьте что хотите конечно никто вам радость свою не навязывает одному нравится одно другом другое кто-то физически что-то не переваривает кого-то дай ему выбора шикарного праздничного стола ну кто чё будет есть кому-то что-то нравится кому-то нет не все что касается пищи богов который была создана от начала пищи в растительном мире а вот кого ты ешь что съел кого-то прежде чем сожрать его надо убить лишить его жизни живую душу который создал господь бог животное которое все чувствует у которых есть социум которые являются матерями отцами детьми все вот эти бойни на которых животные страдают сначала а потом убивают убиваем и все это что это от делами рук человеках для не созданы поэтому вегану христианину что ты ешь до лампочки а вот кого ты ешь не до лампочки потому что твоего выбора ничто а кого есть есть жертва которая чувствует а любовь она всегда там где страдание защищает жертву вот и все поэтому это очень важно все эти бредни да конечно если вы настолько тупой и с окаменелым сердцем что вы для вас крики животного чем-то отличаются от крик человека вы не можете отличить что она кричит и вопит да потому что ему больно если вы не видите точно такие же поцелуев матери там человеческой своего ребенка как и животные целуют лижут ласкают и любит своих детенышей да ну просто тупой и бессердечное сказать особо нечего вы едите не мясо вы едите труп труп прежде жестоко зачастую гуманного забоя не бывает слове забой и гуманность уже противоречие этом словосочетании прямое это анти но это анто антонимы дали как там называют их противоположные вещи гуманного забоя в принципе гуманного убийства быть не может убийствовать зло его не бывает не гуманными не гуманным никаким вообще это убийство это зло это грех все поэтому вы едите вы не что-то а кого-то на самом действительно самом настоящем смысле слова потому что если вы читали библию хотя бы чего до павла то читаете вы первую главу ху читали вы сал ее прочитаете исповедуйте и живите по ней а потом уж посмотрите павел понял че или нет он сам читал будучи евреем книгу берешит на торы некоторые евреи исповедуют богом открывает на сердце кто у кого любящие сердца да бог создал душу живую каждая живую существо очень важно понимать который все это испытывает и все чувствует и понимает вот так вот так что вот такой вот простой ответ на это место три места обычно вот эти вот ты чу три козыря думает на немощные там чего хочешь ешь чу хочешь не ешь я вас христианин настоящую вообще никого не осуждает вы сами осуждать как говорил иисус да и тот же самый павел вот именно и в этом же послании сказал каждый сам за себя достать счет и сам осуждается своими делами я вас призываю не потому что я вас осуждаю вы сами себя судили я вас не осуждаю когда извращает опять же слова иисуса христа об осуждении уж раз все не коснулись этой темы а то не любит конечно там прям в контексте приводить да ешь овощи а я вот тебе мясо ты меня не осуждай аж тебя не осуждай когда иисус говорил об осуждении вырывает его слова из нагорной проповеди то речь шла об осуждении человека на смерть именно поэтому когда к нему привели женщину взятую в прелюбодеянии в грехе полюбодеяния измены мужа и попросили осудить ее он сказал нет я ее не осуждаю на 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 что на смерть на которую привели чтобы по закону моисея она должна была побит камнями а он ее не осудил и ей сказал я тебя не осуждаю да иначе я бы это только что сделал когда вся толпа этого просила но ты грешница но я тут добавляю но иисус именно это имел ввиду ты согрешила да он ей что сказал иди и впредь не греши мне сказал что она безгрешна раз он раз он вместе с толпой не побил ее камнями не сказал да ты грешница да ты согрешила да ты сделала зло я не осуждаю тебя я не лишаю тебя жизни и об этом всегда говорю при проповеди там патриотизм этого блеводского когда до убей убей врага своего до пошли его в ад и сам за ним вдогонку полете нет конечно жизни он ее не лишает быть я тебя не осуждаю но ты иди впредь не греши иначе ты будешь осуждена своими делами ты сама будешь там кто то есть тем кто искал его убийцам он говорил вы дети дьявола это не осуждение или как сейчас это блогеры у нас особенно в россии большие проблемы со свободой слова да это типа не сужи это мое суждение есть такое понятие мое личное мнение то есть это не констатация факта ну чтоб там от уголовных статей косить но иисус прямо не говорил вы дети дьявола я равно вы тогда иисусу сначала предъявить что он людей детьми дьявол назвал осудил дом факт констатировал я сказал почему вы дети дьявола потому что вы ищете убить меня вот и я говорю вы дети дьявола потому что убиваете животных иисус прямо им сказал что вся кровь от авеля пролитая до крови крови захарии до приправе на вас при при прольется придет на вас вот и все вы за все ответить иисус сенграл что суд сама суд есть всегда бог любовь любовь бог который явился платье иисус христос он никого не судит до от это на самом деле райское место для грешников но поначалу конечно сначала нам мы все хотим игру мышцы любой грешник что он святой любой грешник он никто свой зло злом не называют он быть я праведник я жива ими благо там убивал кого-нибудь да или еще что-то никто не хочет считая себя грешником бог нам как бы и говорит сюда каждый попадет в свой рай да вот ты как живешь ты считаешь что ты такой только в этом раю будь точно такие же как ты не так как на этой земле как иисус хорошую притчу рассказал здесь плевела с пшеницей перемешана и когда злодеи живут на самом деле они здесь хоть как-то живут хорошо и мне кажется это адам просто потому что здесь есть свет здесь есть любовь есть доброта к ним кстати тоже проявляемая вот именно как раз даже этими пшеницы этой до любви обильными людьми когда они с таким же говном как они попадут вот тогда они завоют только выйти то будь поздно ты же утверждал что ты такой хороший если бы так все жили иисус какой закон жизни поступай с другим так как ты хочешь то поступали с тобой чтоб такой мир был вокруг чтоб все такие были вот если все такие будут да только там жертв больше не останется кроме вас кроме вас там больше не будет животных там больше не будет веганов которых можно было бы на шампур насадить да нет вы начнете друг друга насаживать если ты не начнешь тебя насадят а что это звери ну в хорошем смысле слова жалко приходится такие слова употреблять это всегда так и это мир показывает всякие эти блокады ленинграда как любит рассказывать спокойненько от трупожорство человек животного переходит на трупожорство человеческого спокойненько едят своих детей родители трупы уже полу разложившиеся да вот так вот в этом аду у вас и будут жрать прям откусывать живьем как любят всякие картинки адские рисовать там да вот и я вам рисую так что вот так вот поэтому что кто-то прав то нет по поводу павла уж в конце скажу давайте я первых посмотрю все пометчики делаю все ли я сказал напишу что апостолу павлову противоре прямо противоречит святые православие католицизма о которых мы еще дойдем потому что по списку того плейлиста по которым я иду я еще и зачитаю несколько святых ортодоксальной церкви православных католиков которые топят за веганство да да и вообще причем ранний ранний церкви специально чтобы от них недалеко было там дальше чем дальше чем чем дальше в лес тем толще бревна да так вот там и с этим извращениями да и вообще кто автор всех этих посланий когда он их писал на каком уровне святости огромная ошибка назначить все истины что написано неизвестно кем и когда в библии ну в общем все да что в послании к римлян что каринфянам слова апостола павла как раз считать труппажором но это я сказал кого бог чрева так ну ладно это все да ну я знаете я вот если уж читать действительно давайте по времени укладываем сегодня обычно до часы ролики по поводу скажу все таки вот еще раз такого христианства да раз уж мы сегодня римлян им зачитали во второй главе послание апостол павла к римлянам это уже послание которым мы сегодня разбираем вот хочется наверх пикать цели в начало перелесните давайте прочитаем только прочитаем не как читают для иудеев то место иудеи над подставить христианин то что он писал ты иудеи да иудействующим христианам я вам прочитаю со словами христианин да и евангелие да потому что я как-то ролик я уже рассказывал не раз можно найти его на этом канале или попросить ссылку я дам прямую да что это все современные псевдо христианские адепты православик или за протестантизм и такие же евангельские законники вот раньше были иудейские законники а у нас стали евангельские законники но они стали что да вот сразу после вознесения христова они исполняют евангельский заповедь только наше написаны им неважно добро это или зло вот написано там вроде мне пастора я даже библию ни разу не открывал он там чё-то с кафедры брякнул квакнул что вот там написано я даже не проверяю ничего не читаю не вникаю но написано я делаю сказали на голову до чемодана надеть я чем а с чемоданом на голове хожу там покрыть голову неизвестно чем да ну давайте я вам прочитаю римлянам 2 глава вот ты называешься христианином и успокаиваешь себя соблюдением обрядом и хвалишься христом якобы знаешь волю его и разумеешь лучшее научаясь из евангелия я заменил все где закон евангелие где иудей христианин да и уверена себе что ты путеводитель слепых свет для находящейся во тьме вот особенно кто любит голосу возвышать для учителей конечно точно правильна его это мысль была наставник невежд до низла вот как таких они ведь и слабочков по вере да учитель младенцев имеющих в евангелии об имеющий сам все иван в евангелии образец ведения и истины как же ты уча другого не учишь себя самого проповедуя не красть крадешь говоря не прелюбодействуя прелюбодействуешь от павел кстати церкви пишет не язычникам тут я добавляю этого нет в римлянам говоря не убей тоже павел переселяет закон и 10 так называемых заповедей кто знает моисей да не убей убиваешь ведь павел прям ничего не добавить может он забыл а может кто-то так переписал криво почему из закона на все тогда привести не красть крадешь не прелюбодействуя прелюбодействуешь не убей убиваешь оправдываешь убийство призываешь убивать я тут все и дополняю хвалишься заповедями евангелия а нарушением их бесчерстишь христа ибо заповедь бога поступать другим так как ты хочешь чтоб поступали с тобой и никому тем более ничего не делать что ты не хочешь чтобы сделали с тобой если вы не хотите что с вами делать ровно то же самое что делают с животными да так все вы сами-то делаете хвалишься заповедями евангелия а нарушениями бесчестишь христа ибо из-за вас как написано их улица имя христова у язычников улица любовь его имя любовь я об этом еще на буду следующем ролике говорить нет я сейчас скажу крещение полезно если исполняешь заповеди христовы а если ты нарушитель их то крещение твое стало там обрезание в оригинале я на крещение естественно меня применимых христианам то крещение твое стало бессмысленным и так если не крещенный соблюдает заповеди христа то есть любит животных вот их крещеных христианин но ты не веган а есть веган но не крещенный не осудит ли тебя этот веган на суде о котором мы сегодня с вами временном читали не осудит ли тебя перед лицом истины добра и любви на суде нарушителя заповеди христовых заповедь любви когда иисус спросили можно разводиться он туда отправил до в первую главу книги бытия что-то начало не было так чтобы люди не любили друг друга все любить должно развод это не любовь если ты нарушитель их то крещение твое стало бессмысленным и так если не крещены соблюдать заповеди любви всегда имя иисус христос начинать как любовь его тоже можно спокойно в тексте заменять чтобы понять смысл ибо иоанн богослов так и говорил мы любовь божью познали в его поступки в том что он в жертвенные поступка он положил за душу свою отдав себя на распятие и уверовали он год не в него а в нее в любовь а если ты нарушитель их то крещение твое стало бессмысленных и так если крещеный соблюдать заповеди христовы то есть то его не крещение не вменится ли ему в крещении и не крещеный по плоти исполняющий заповеди христа заповеди любви не осудит ли тебя нарушители заповеди любви заповеди христовых и обетов крещения ибо не тот христианин кто таков по наружности и не то крещение которое наружно по плоти но тот христианин кто внутренне таков это крещение которые в сердце по духу они по букве ему и похвала не от людей но от бога да потому что потом все это раскроется я хочу еще рассказать по поводу вот этого на соблазн есть не ест как раз да мы с вами еще раз что если брат твой соблазняется на эту мысль да с вами которые здесь было да если брат твой соблазняется пищи не ради пищи не разрушай дело божье все чисто но худо человек который ест на соблазн лучше не есть мясо от чего брата притыкается или соблазняется или изнемогает еще раз я хочу сказать вот этим веганам трупажором вот такие как вы вы хулить и имя христово и вы отвращаете людей от истины от христа от любви веганы смотрят вот на таких как вы и говорят какая здесь любовь а какой любви вы христиане вообще заикаетесь вы знаете сколько веганов я конечно не знаю сколько к христу там пришли к полноте истины но хотя бы вот сколько я с веганами встречался не христианами там не веры не верующими не религиозными даже не буддистами хоть во что-то там верующие в жизнь после смерти не таких атеистичных веганов таких полного которые вообще никак от религии от всех наш во всех религиях по сути убийство трупожорство да и они как бы открещиваются даже не хотят вы знаете они меня встречают им действительно предъявить нечего у них меняется мнение о религии о христианстве в частности потому что я себя позиционирую христианином они хотят ты первый кого вот мы встречаем и у меня да они слушают мои проповеди казалось бы не только веганские чё ты другом гость слушай ну вот это мне зашло вот это зашло и и слышат о чем я говорю у них свои проблемы у них с любовью к человеку огромная проблема с вечной жизнью проблема без этого исповедания ешь пей веселись душа моя им груши тоже большая проблема а любви к человеку очень важно и не просто к человеку любви даже к врагам о том что бог есть абсолютная любовь и что вы никогда не сделаете мир веганским если не будете проповедь любовь друг другу людей как они будут животных любите друг друга ненавидят весь мир вон войны сейчас вон россия напала на украину как как вы мир то сделаете веганским если человек вообще него что чего вы там им про животных рассказывать вот они слушают говорят да надо быть совершенным во всем без порока посмотрите на меня я работаю на всех фронтах и с веганами с христианами им нечем меня укорить когда трупажор меня укоряет мне конечно и больно и смешно но не было так смешно если бы не было так горько мне конечно больно то что ты чу тебя конечно несправедливо за любовь и за совершенство ты проповедуешь что вы можете предложить миру всегда говорю что из-за вас улица имя христа у язычников у веганов с хотите мне осталось привести их ко христу к истине как ты приведешь и как ты приведешь еще и ты к и чей будь им писанием тыкать если вообще надо додуматься более того если не будешь им тыкать или начнешь им как ты будешь проповедовать хорошо он стыкнется с этими местами ты будешь тыкать или как вы будете как вы хотите веганов привести или у переубедить вегана этичного вегана который стал таким до поняв сколько зла мы животным причиняем да что ты будешь рассказывать вернись на путь зла до убивай насилуй этих животных до сдирайтесь не шкура ради меха ходите в цирке поощряйте эти вечные тюремные заключения что вы верю что вы веганам сможете предложить ничего какого христа вы им покажете о котором я уже мы эти ролики все прошли по евангелию который барашку горло перерезает до ягненка ест на пасху какого христа им покажете дьявола то очень важно тот момент именно из-за вас хулиться именно из таких как я прославляется это светит свет ваш перед людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца небесного любовь к животным это от бога мир был создан веганским давайте возвращаемся как всегда на круге своя мир изначально в раю был создан веганским же все весь животный мир который был создан был создан и и и и богом до верен в руки человеческие для любви для господства а господь бог есть любовь для любви верен и был это не как не убийство не перерезание глотки не сдирание шкуры не проведение опытов экспериментов до не заточение в конц камерах там и в тюрьмах до чтобы на них любоваться нет конечно это все не это и не об этом и вы прекрасно понимаете более того прямая заповедь что можно есть естественно никакого убийства а мясо не растет на деревьях или на земле это труп убитого живого существа которая не хотела умирать и хотела жить и радоваться жизни вот и все и прямая заповедь что все весь растительный мир нам дан в пищу все вот и все поэтому вот вам ответ вы хулителями являйтесь ну и закончу я принципе этим бы все можно было закончить по поводу кто все пишет и ты об этом я тоже помимо вырывания из контекста я все время говорю по поводу самой библии очень важно понимать кто и что это пишет если вы библию положили себе в камень на самом деле не основания здесь до слова христа уместно вспомнить о камень преткновения для вас осталось вы библию бумажку людьми написаны известно кем когда переписанную тысячу раз перетолкованную переведен на любой перевод это еще толкование до нас дошедшие кто это все писал что это за павел все послали кто не приписали какой-то павел вы знаете павел сейчас наше время явил сказал да это вообще не я писал и вообще ничего я вообще писать не умел можно бы вам сказал если вы бумажки положили себе в камень основания за и как истина то это не камень основания это бомба которую себе фундамент заложили и она взорвется на страшном суде как его называют которым сам павел к вы верите не раз писал вот и все любовь очень просто закон любви принцип любви правило золотое любви она всем известно поступать другим так как ты хочешь поступать с тобой никого ни в коем случае не делать никому ничего что ты не хочешь себе вы хотите чтобы с вами поступать так как мы поступаем животных во всех сферах жизнедеятельности человека я думаю ответ очевиден если вы не в курсе как что мы делаем животным обратитесь до к интернету наберите скотобойни наберите производство меха и наберите медицинские опыты над животными наведите цирки какие как как дрессируют животных цирки до животный спорт как проходит до через что животные проходят вот и все и все станет ясно вы такого себе желаете конечно нет вот вам простой ответ на это вот место в принципе на это у меня все следующее видео как раз вот как я уже анонсировал мы идем по по порядочку да я постараюсь сюда синхронность библии хронологичность библии всегда все равно соблюдать в этом есть тоже всегда некий смысл порядок следующий у нас и ролик не веган его павел не ел лишь и дал жертвенные тоже якобы все остальное можно есть по сути аналогичный ролик все буду я тоже самое говорить только мы другие места почитаем там еще чуть по-другому некоторые козырьки сказаны и теми же вещами я вам уже сегодня показал там тем же самые фразы все заканчивается до поговорим и все на эту тему темы близкие похожие но все-таки разобрать на душ все места до что в рамках плейлиста все это у меня было и на этом все лепите лайк если нравится видео пишите ваши комментарии делитесь ими на своих ресурсах у себя в соцсетях и в личных сообщениях вашим друзьям знакомым приятелям и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok